итак драгоценные друзья рыболовы рыбоеды и ценители морских деликатесов перед вами консервированная скумбрия написано скумбрия курильская в собственном соку с добавлением масла производства владивосток ну как видим скумбрии здесь полбанки то есть мы ее не видим да мы ее не видим где-то там плавает неизвестно где вот это вот это не скумбрия и не масло что за жижа неизвестно запах какой-то ну как сказать ну не аппетитный совершенно вот это вот скумбрия вот кто-то она совсем скумбрия это рыба такая довольно среднего размера обычно крупноватная но здесь кубрия похоже на сайву почему-то какая-то она мелкая тащая и вообще какая-то дохлая на банке не написано что изготовлено из мороженого сырья но чувствуется что она из из мороженого сырья причем не свежего улова поза-поза-поза-поза полежала довольно таки долго поэтому мы вам вот баночка такая вот зелененькая написано скумбрия курильская произведена в владивостоке на фокина не советуем вам брать такую дрянь потому что честно говоря это не рыба дома даже и пробовать то не хотим запах какой-то такой короче смотрите сами когда будете покупать хотите для супа может быть она и пригодится но может быть мы все-таки решили не выкидывать эту скумбрию консервированная а приготовить из нее оладьи и так вот у нас получилось тесто еще раз повторяю вот эта небольшая баночка считает что половина банки скумбрии в собственном саконе или в масле мы так и не поняли размять вилкой добавить столовую ложку рубленого мелко рубленого лука репки одно яйцо 2-3 ложки муки 3-4 ложки сахара простите пожалуйста картофельных хлопьев сухих но хотите посолите но я бы не стала солить потому что скумбрия сама по себе поперчите потому что если вы посолите получится может быть даже пересоленная хотя на свой вкус дальше кабачок молодой немножко ну тоже где-то кусочек такой с если натереть то получится тоже 2 столовые ложки натертого кабачка все это перемешать до еще сыворотки полстакана сыворотки все перемешать и накладывать ложкой вот у нас уже сковородка разогрелась и на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон поджарить оладушки сейчас я покажу друзья мои ну вот картошка разбухла и мы будем накладывать не ложкой а получается что мы берем вот так вот делаем вот такую лепешку кладем ее вот так на сковородку следующую точно так же получается как так вот сырники вы готовите из теста вот так раз вот у нас мощность 6 единиц мы примерно на четверке готовим чтобы они не подгорели и внутри хорошо пропетлись вот так заполняем всю сковородку и потом аккуратно щипчиками перевер переворачиваем чтобы смотреть как она там с другой стороны поджаривается вот прошло буквально минута полторы и мы вот так вот переворачиваем они тут уже начинают поджариваться дальше можно будет уже переворачивать такие красивые у нас получаются даже не знаю оладушки лепешки или котлетки как хотите так и назовите сейчас мы их выкладываем на бумажное полотенце чтобы удалить излишки жира очередная партия вот этих котлеток жарится вот эти готовы мы выложили на бумажное полотенце чтобы стек жир он ведь его чуть чуть не такого еще и много но тем не менее они будут более сухие дорогие друзья вот такая красивая тарелочка у нас получилась наши котлетки из скумбрии к ним мы подали свежий сладкий болгарский перец натерли огурчик свежий укропчик кто любит может положить кусочек лимончика потому что все таки это же рыбные котлетки как ни крути скумбрия это рыба хоть и консервированная вот такой получился простой рецепт если вам не повезло с консервами то вполне можно проявить фантазию и что-то из них приготовить очень вкусно котлетки оладушки салатик любой какой захотите супчик в конце концов все будет вкусно как говорится рецепт простой сможет любой заходите на наш канал едоморе на ю тубе и на наш сайт едоморе точка ком оставляйте свои комментарии пишите свои пожелания будьте здоровы и приятного аппетита